Всем привет друзья! Многие наши подписчики мечтают переехать в Норвегию на заработки и это очень правильно. В этой стране огромные зарплаты и возможности, но на этом плюсы не заканчиваются. В Норвегии также популярен туризм. Да-да, обычный туризм с палатками и рюкзаком. И я хотел бы рассказать, почему в этой стране путешествовать одно удовольствие. В Норвегии есть закон, который закрепляет право свободного доступа к дикой природе. Можно свободно разбивать палатки вне кемпингов в любом месте. При этом я всегда встречаю бережное отношение к природе. Никто не мусорит. Снаряжение. Что берем? Мы всегда берем два рюкзака, каждый из которых весил около 7 килограмм. В первый упаковываем наш дом. Палатку, два надувных коврика, два спальника с температурой комфорта от 0 градусов по Цельсию до 10. Во второй рюкзак складываем все остальное. Сменную одежду, термос, контейнер, полотенце, сланцы и газовую горелку. Продается практически на любой заправке. Цена от 3 евро. Как передвигаться? Мы обычно передвигаемся по Норвегии автостопом. Водители вежливые и аккуратно водят. 90% населения говорят на английском. Мы всегда придерживаемся центральной трассы Е6, иногда съезжая с нее на второстепенные дороги в поисках красивых мест. На больших трассах много машин. Водители подбирают в течение 10-20 минут. Иногда на второстепенных дорогах между маленькими населенными пунктами приходится стоять чуть дольше, но не больше часа. Не хотите автостопом? Используйте общественный транспорт. В Норвегии он современный и комфортабельный. Также можно арендовать автомобиль от 25 евро в сутки. Деньги. Валюта страны – норвежская крона. Одна крона стоит 8,31 рубля. На туристических маршрутах в горах часто встречаются бесплатные дома для отдыха и ночлега, которые по доброй воле строят сами норвежцы. Внутри есть печка, топор, дрова, посуда, стол, стулья, иногда одна или несколько кроватей. Куда пойти? Огромный 15-километровый фьорд в 280 километрах от Осло. Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на отвесные скалы и 7 водопадов. Лафотенские острова – архипелаг в Норвежском море, северной части страны за полярным кругом. Он известен скалистыми островами, разделенными проливами, песчаными пляжами и невероятными северными пейзажами. Пляж Квалвика. Труднодоступное место на Лафотенских островах, куда добирается не каждый турист. Пляж расположен в изолированной бухте. Лингенфьорд, малоизвестное туристам место. Это живописный каньон на самом севере страны, рядом с деревней Биртовары. Язык тролля – каменный выступ на горе Скиегедаль, расположенный вблизи города Отда в Норвегии, возвышающийся над озером Розенган на высоте 700 метров. И это еще не все. Хотите знать больше о туризме в Норвегии? Мы находимся на Лафотенских островах, возле Трольфьорда. Вот слева озеро на высоте 600 метров. Вот видите, эти домики для туристов внизу стоят. Вот раз дом, два дома. Новое проживание в туристических домиках, которые субсидируются государством Норвегии. Они принадлежат туристическому. Проходим осматривать домик. Самое главное, почему этот сюжет снят. Любой путник, забрёвший сюда, то есть, например, который с Трольфьорда пришел или там приехал на Лафотене. Эти домики есть по всей Норвегии, может прийти сюда и переночевать. Вот сейчас мы заходим сюда. Дверь называется Трольфи. Дом тролля. Убираем штуку. Открываем дверь. Вот так. Полностью. Коридор. Обувь. Смотрите, обувь, тапочки каждому человеку. Дрова для печки, спальные места, застеленное постельное белье. Вот. Собакам нельзя. Посмотрите. Все застелено. Все чистое белье. Это условия проживания тут. Вот. Можете пользоваться сауной. Это карта. Включаем свет. Это кухня. Вот. Посмотрите. Кухня со всеми принадлежностями. Полностью все. Тут нету только Wi-Fi. Единственное, что нету. И в доме туалета нету. Печка. Можно взять газ, плита, электричество, даже USB. Вот. Смотрите. Чтобы зарядить телефон. Полностью все. Вот. Такие условия проживания. Любой человек может прийти сюда и переночевать. Любой. Хоть турист, хоть инопланетянин. Не важно. Вот. Запишиваешь имя и, естественно, можно оплатить по банку. Можно по ВИПСу. Можно любым способом. Кстати, тут еще даже есть вот касса. Сюда деньги кидаешь. 20 евро, 40 евро. По желанию. Всем спасибо. Окончательно добить точку на вы. Вот. Заходим сюда. Любой человек может взять. Зайти. Открываем. Это, как вы думаете, что? А это баня. Пожалуйста. Вот. Сауна. Все как положено. Температура. Сауна. Вот. Можете заплатить 40 евро для обычных людей и 20 для тех, которые состоят в обществе. Вот туалет такой. Все. Можно в баньке попариться. Разогреть. И баня на дровах. Вон дровах колешь. Печку и пошел. Как вам? Домики расположены. Посмотрите, в каком месте. Можно попариться в баньке и окунуться в ледяную воду. Видите? Да. Они работают всегда. В принципе, они не работают. Они просто не закрываются. Тут никого нету. Вы приходите. Смотрите. Домик тролля. И паритесь. Шикарное место. Красивое.